Всем привет! Кто смотрит это видео, еще раз всех приветствую! Мы находимся на фестивале индейской культуры в Северном Далласе. Я впервые увидела настоящих реальных индейцев. Надо сказать, что не все из них оказались близки к тому образу, который у меня сложился после просмотра в детстве советско-югославских фильмов. Сюда приехали индейцы племени Апачо и племени Навахо. Мне хотелось бы в другом видео рассказать об этом фестивале, а сейчас я расскажу о том, как мы встретились и познакомились с индейским, американским писателем. Вот он в розовой курточке и в розовой шапочке, писателем, фамилия которого Честер Несс. Ему 92 года, он ветеран Второй мировой войны, воевал в Японии, был радистом в морской пехоте США. И он написал книгу. Книга называется «Код Талкера». Точнее, это мемуары. Я думаю, что переводится она на русский «Код Говорящего». Эта книга о его жизни, о его участии в войне, в страшных боях в Южно-Тихоокеанских водах. Он сам из племени Навахо. В этой книге Несс вспоминает также все переживания своего детства, говорит о том, как культура и вера Навахо помогли ему пройти через войну. Я открыла Википедию, прочитала, что же такое Код Талкера. Оказывается, Код Талкера – это люди, которые использовали непонятный другим людям язык в качестве средства секретной связи во время войны. Термин, вот это как раз эта книга Код Талкера. Термин Код Талкера сейчас обычно ассоциируется с Соединенными Штатами Америки, когда солдаты во время мировой войны использовали язык коренных американцев в качестве основы для передачи кодированных сообщений. В частности, в корпусе морской пехоты США было примерно 500 индейцев, чья основная работа состояла в передаче секретных тактических сообщений с использованием формальных или неформальных развитых кодов, построенных на их родном языке. Адольф Гитлер знал об успешном использовании Код Талкера во время Первой мировой войны, и гитлеровские антропологи попытались задолго до начала Второй мировой войны изучить языки американских индейцев, чтобы разгадать код Талкера. Однако это оказалось им не по силам и невозможным выучить множество существовавших индейских языков и диалекта. Вот как раз эта книжка, которую мы приобрели там. Он оставил нам свой автограф. Вот его автограф. Язык племени Наваха имеет очень сложную грамматику. Его знают только сами индейцы Наваха. Поэтому на Второй мировой войне было принято использовать именно этот язык при передаче радиосигналов. Честер Несс принимал участие в разработке секретного языка, словаря кодовых слов. А всего над этой задачей работало 29 индейцев племени Наваха. Кстати, вот некоторые из кодовых слов. На основе слов или фраз родного языка. Значит, танк – это черепаха. Пулемет – швейная машина. Бомбардировщик – беременный. Адольф Гитлер – сумасшедший бедный человек. Честер Несс был в 10-м классе школы, когда приехали морские рекрутеры, ища молодых Наваха, беглоговорящих на английском, для службы во Второй мировой войне. Он ухватился за эту возможность, чтобы защищать свою страну. Еще, как он шутит, у морской пехоты были такие красивые мундиры. Они были отправлены на войну в 1942 году. Радисты, талкеры не имели права раскрывать военную тайну и секретные коды в течение 55 лет. Все они были награждены золотой медалью Конгресса. Ну, в принципе, он многие годы, сейчас он, конечно, уже себя не очень хорошо чувствует своим сыном, он все эти годы часто выступал в школах, в школах, в колледжах, в фестивалях, рассказывая о роли радистов-талкеров во Второй мировой войне. Сейчас он болеет болезнью Альцгеймера. Ему 92 года, находится в инвалидной коляске. После диабета, ну, была ампутирована обе ноги. Ну, и, конечно же, мы купили эту знаменитую книгу. Честер Несс. Кот Талкера. Ну, что ж, давайте посмотрим еще немного этот индейский танец. Я говорю вам пока-пока, до новых видеостреч. КОНЕЦ. 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 Продолжение следует. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.